я календарь перевернул и снова 3 сентября пора записывать видосик по ответам разработчиков проект орбита вопросы ответы в начале хочу конечно же поприветствовать вас а также сказать то что большая часть вопросов ответов в стиле да мы сами не знаем что и вообще что делать мы что-то там анонсировали а что с этим делать хрен его знает это первое второе у меня будут там некоторые вопросы к вопросам и еще больше вопросы к ответам но все по порядку поехали первый вопрос теперь все новые ветки будут появляться только через проект орбита ответ уже сейчас новые ветки появляются в нашей игре разными способами и проект орбита один из них мы обязательно будем информировать игроков о добавлении новых веток техники и о том как получить к ним доступ короче леста каждой ветки пытаются прикрутить какую-нибудь фишечку чтобы игроков подоить уже пожалуй особо той не встретишь ветку которая просто вышла и есть и ты ее качай как тебе нравится сейчас ветки выходят и ты то задание по выполняйту голды занеси то еще что то вот тебе еще орбита где ты должен продать свои ветки и заново их покачать вот такие пироги разработчики говорили подобрели следующий вопрос сколько очков необходимо получить чтобы пройти один этап прогрессии сброс одной ветки или прокачка ее заново позволит получить награды за все десять этапов сколько раз придется сбросить ветки прокачки для получения первого танка одиннадцатого уровня ответ на данный момент мы не готовы поделиться точными данными информация появится ближе к выходу обновления 1.32 альфа а я напомню что он будет 22 января разработчики анонсировали какую-то штуку которую еще и близко даже наполовину не продумали что-то там заанонсили а теперь вот мучаются ну посмотрим что у них из этого получится следующий вопросик можно сбрасывать любые ветки или только определенные каким образом определяется ветка сброса ответ для сброса будут доступны ветки в которых исследованы танки 6 по 10 уровень игроки смогут сами решать какую именно ветку сбрасывать и исследовать заново прогресс ветки будет сброшен до танка 5 уровня тут некоторые вопросы можно было объединить и всего лишь несколько вопросов интересные все остальные ну скорее для танкистов чтобы они реально поняли для тех кто следит за новостями они будут неинтересны но в любом случае я вам расскажу про все ответы вопросы мало ли вы что-то пропустили следующий вопрос можно ли сбрасывать одну и ту же ветку несколько раз если дату какие условия и правила ответ пока что у нас нет финального решения по этому вопросу казалось бы такой элементарный вопрос но даже на него разработчики еще не придумали ответ следующая привязана ли нация ветки которую сбрасываешь к нации танка 11 уровня ответ нет не привязана следующий вопросик можно ли сбрасывать ветку где есть два танка десятого уровня например ветка и 7 и объект 277 или после сброса одной ветки с разделением между шестым и десятым уровнями сброс разветвления будет заблокирован ответ фактически это две ветки танков ветка и 7 и объект 277 часть танка в этих ветках общая то есть после сброса одной из веток эти общие танки станут не исследованными что не позволит сразу же сбросить вторую ветку следующий вопросик на каждом уровне надо провести один победный бой ответ на данный момент одного победного боя будет достаточно однако проект орбита находится в активной стадии разработки и некоторые детали могут быть изменены то есть даже тут еще они не решили окончательно следующий вопрос можно ли сбрасывать ветку если не все модули танков ветки исследованы например радиостанция гусеницы и так далее ответ да можно следующий вопрос в прогрессе показаны два танка 11 уровня который можно получить друг за другом это танки одной нации или на выбор чтобы получить четыре танка 11 уровня надо пройти две таких линейки прогрессии как получить остальные два танка 11 уровня ответ если откроете нужный вам этап то сможете выбрать один из трех доступных танков 11 уровня это объект 279 бзт-70 мбт-б судьбу четвертого танка мы пока не определили в целом в рамках первого сезона вы сможете получить два танка 11 уровня для получения третьего нужно будет проходить прогрессию снова но насколько я понимаю это прогрессия будет доступна один раз ведь второй раз смысл ее проходить в этом сезоне не будет ты же не будешь сбрасывать ветку чтобы получить полученный прим танк 8 9 уровня или получить полученный доступ к ветке новой или получить полученный стиль я так понимаю мы эту прогрессию пройдем Два танка 11 уровня выберем, третий танк мы оставим на потом, на следующий сезон, который будет еще когда-то там, а четвертый танк 11 уровня, я так думаю, они скорее всего засунут либо в ЛБЗ 3.0, либо в новогодние коробки, либо еще куда-то. Многие думали, что 279 будет в новогодних коробках и вместе с ним будет объект 279 золотой, или будет он в ЛБЗ 3.0, но как мы видим, объект 279 можно будет получить в этом первом сезоне орбита время первых. Самое интересное, что тот самый танк, который хотел я получить, его в первом сезоне орбиты нельзя будет получить. Вот такие вот пироги, все как обычно. Следующий вопрос. Техника 11 уровня будет выдаваться определенная, либо можно будет выбрать танк самостоятельно? Ответ. Можно будет выбрать самостоятельно. Вопрос. Каким образом будет начисляться танк 11 уровня на аккаунт? После выполнения всех задач автоматически или надо будет заплатить? Ответ. Ничего платить не нужно, вам только нужно будет выбрать танк, который вы хотите забрать и он появится у вас в ангаре. Вопрос. Будет ли возможность пройти прогрессию с помощью просто задонать? Ответ. Простой возможности пройти всю прогрессию за золото или реальные деньги не будет. Однако игроки смогут использовать все способы ускорения прокачки техники, какие сейчас доступны в игре. Вопрос. Нужно ли прокачать всю ветку, чтобы потом ее сбросить и качать заново до 11 уровня? Или можно будет сбросить текущую прогрессию ветки? Ответ. Да. Одно из условий сброса ветки должна быть полностью исследована, начиная с 6 по 10 уровня. Короче, переведу на нормальный язык. Можно будет текущие ветки сбрасывать, если они уже прокачаны. Заново качать ветку, чтобы сбросить и заново качать не надо будет. Вопрос. Если есть ветки, где исследована вся техника, но при этом не куплена, то это идеальный вариант для сброса с точки зрения игрока? Ответ. С точки зрения игрока. Да. То есть, если вы сейчас качаете какие-то ветки и собираетесь их потом сбрасывать, то докачивайтесь до 9, на 9 копите опыт до 10, исследуйте 10, но покупать ее не нужно, поскольку вы потеряете 50% серебра. Вы купите 10, сбросите ветку, она продаст за 50% и потом опять вы ее будете качать заново. А если вы ее не купите, то она и не продаст за 50% и вы 50% не потеряете. Поэтому можно сэкономить. Вопрос. Можно ли сразу сбросить несколько веток прокачки для параллельного прохождения и ускорения получения сразу нескольких танков 11 уровня? Ответ. Мы планируем ввести ограничения на число одновременно заброшенных веток. Однако о том, сколько веток можно будет сбросить сразу, пока говорить рано. На танках разных уровней будет одинаковое количество получаемых очков за проведенный бой или с повышением уровня количество очков будет увеличиваться? Ответ. Хочется напомнить, что сейчас нововведение находится в активной стадии разработки еще не финально. Но на данный момент мы склоняемся к тому, что число очков, которые игрок получит, будет разным. Вопрос. Можно ли накапливать очки прогрессии, играя только на одном уровне техники? Например, исследовать повторно всю ветку, но играть только на танках 9 и 10 уровня? Ответ. Нет. Для получения очков необходимо провести один победный бой на каждом из танков вновь исследованной ветке. Но я думаю, будут рады очень сильно люди, которые на низких левелах не играют и их будут заставлять через силу в это играть. Если они, не дай бог, в это полезут, я думаю, они кайфанут. В скобочках нет. Вопрос. Как и чем заполняется шкала вознаграждения? Чем будет меряться прогрессия? Если есть какие-то очки для заполнения прогрессии, для чего нужны победы на танках? Ответ. Прогрессия будет заполняться специальными очками орбиты, которые можно будет получить за победу. Вопрос. Какой лимит очковой орбиты по каждому танку на уровень? По аналогии с боевым пропуском? Ответ. Такой лимит не планируется. Вопрос. Будет ли скидка на покупку техники после сброса? Ответ. Нет, не планируется. Конечно, не планируется. Это же такой шанс высосать кучу ресурсов. Вопрос. Можно ли исследовать сброшенные танки за чертежей, свободный опыт? Если да, то какие условия, правила? Ответ. Правила будут аналогичны тем, что сейчас есть в игре. Короче, сбрасываем ветку и применяем все возможные способы. Меня больше всего интересует, можно ли прокачивать ветки сброшенные за тот опыт, который я накоплю на танках сейчас. Я пытался этот вопрос узнать у разработчиков, но мне ничего толкового не ответили, поскольку у них ничего не готово, ничего не понятно. Вопрос. Нужно ли исследовать модули на сброшенном танке или же можно начать сразу с топовой конфигурации? Ответ. Ни модули, ни полевая модернизация сбрасываться не будут. Иными словами, берем танк, комплектуем его и вперед в бой. Вопрос. При сбросе ветки оборудование будет демонтировано бесплатно или за золото демонтажный набор? Ответ. Бесплатно. Вопрос. Наряжение, стили, камуфляжи, декали, эмблемы будут отправлены на склад или проданы? Ответ. На склад. Вопрос. Экипаж будет демобилизирован или отправлен в казарму? Если мало места в казарме, как там будет размещаться экипаж со сброшенной ветки? Ответ. Отправлен в казарму, слоты будут добавлены, но они исчезнут, как только вы заберете экипаж. На данный момент это уточняется. Вопрос. Сохранят ли члены экипажа опыт и обучение на определенный танк после сброса? Ответ. Да. Сохранят. Последний вопросик. Нужно ли продавать технику этой ветки или можно оставить и не покупать заново? Ответ. Если техника сбрасываемой ветки находится в ангаре, то она будет продана автоматически. Поэтому игроку нет необходимости делать это вручную. Ну я считаю, что примерно 80% этих вопросов и ответов не интересны. Те, кто следят за новостями, я думаю, эти вопросы и ответы и так понимают. Но некоторые вопросы были, так сказать, новые и ответы тоже. Поэтому частично было интересно. А для тех, кто не особо следит, для них, возможно, все вопросы были интересны. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Горать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня и пока. Продолжение следует... Продолжение следует...